Глава девяносто первая. О смысле жизни. Одна из самых важных проблем – открыть подлинный смысл нашего явления всей мир. В силу этого открытия, или лучше сказать, откровения, обретается внутренний мир, неколеблемый никакими тревогами нашей повседневности. Мучительнее всего утеря смысла, когда смущенный дух наш ничего иного не видит, кроме подавляющего все наше существо абсурда. Сей дикий абсурд рождает в нас неудержимый протест и желание все разрушить. Мне лично представляется необходимым сей опыт, чтобы тем ярче было наше счастье при открытии беспредельной премудрости. Имея в виду встречу с персоной Бога, тогда легкую и естественную станет молитва при всех занятиях наших в течение дня. Тогда легким станет для нас пребывание в бездействии, тишине и сихии. Легким станет для нас и общение, и одиночество, и выбор деятельности, и уход или уклонение от всякой деятельности. «Знаю теперь, что вы томимы жаждой правды, желанием помогать людям. Но позвольте мне сказать вам, что помогать людям не всегда возможно в силу отношения тех, кому мы хотели бы помогать. Отклоняю сейчас всякие теоретические, быть может, абстрактные суждения об этом предмете. Перейду сразу на случай конкретный, а именно, Н, которая стоит в центре вашей заботы, во всяком случае в пределах содержания вашего письма. Трудно ей помогать не потому, что она удостоилась войти в область духа, где мы встречаемся с предельными контрастами, но потому, что она отказывается от дара свыше. Лишенная физической и психической энергии для жизни по плоти, она стремится вырвать из своего существования именно эту сторону. Не получая искомого, она услаждается своей печалью и болезненным состоянием, потому она услаждается тем, что последнее привлекает к ней внимание людей, и это ей встит». Она облегчает для нее отказ от плоти, а следовательно, и вступление в духовный мир. Но она не понимает сего дара и бунтует против благого промысла. Она отказывается от призвания Божия, она ищет того, что ей принесет только смерть. И вот если вы хотите ей помогать, то с терпеливой любовью объясняйте ей привилегии ее положения. Помогите ей осознать полную для нее возможность не только выхода из ее болезненного состояния, но и победы над смертью, то есть воскресение прежде общего воскресения, то есть как опыт в пределах всей жизни. Для меня боль и страдания видеть людей, которые так близки к великому и которые, однако, жаждут только ничтожного, жалкого. Я не люблю отказываться от служения людям, но когда я встречаю подобные случаи, то есть упорного отказа от духа, то я невольно отпадаю от них или они от меня, ибо общение с ними – чистая потеря драгоценного времени. Нет места насилия, нет места насилия, нет места насилия в нашей работе, у нас ничего нет, кроме слова, и если человек отталкивает наше слово, то мы отходим в сторону или они удаляются от нас. Я написал ей в ответ на ее письма, отчаянные, как всегда. Я стараюсь возбудить в ней уверенность в победе. Вас же прошу не сообщать ей мои пессимистические, в какой-то мере, мысли по отношению к ней. Все мы были весьма рады видеть вас с нами в течение нескольких недель. Мы оценили ваше дарование, ваше стремление к правде и к высшему смыслу, ваше терпение, постоянство, доброту, мягкость и память о вас среди нас пребывает неизменно.